друзья я приветствую вас на своем канале с вами роман парфенюк все монетах ребят сегодняшнем обзоре я хочу рассказать вам о предметах ссср которые стоят на сегодняшний день немалых денег на чердаках и в подвалах можно найти много интересных вещей которые остались еще со времен ссср хранителя этих вещей рано или поздно выбросят эти раритеты но не стоит спешить все-таки это раритетные вещи которые можно выгодно продать лучше поискать коллекционера которому вы сможете предложить эти вещи таким образом вы не только избавитесь от раритета но и сможете заработать неплохую сумму денег некоторые коллекционеры собирают предметы быта из советского союза продать им вещи можно за весьма неплохую цену итак друзья начнем с хрусталя во времена ссср люди в других странах не особо ценили хрусталь зато в ссср считалось что хрусталь является предметом роскоши тем более приобрести хрусталь было намного проще чем машины или дома со временем хрусталь утратил свою актуальность ему на смену пришли другие предметы посуды самое интересное что в современном мире хрусталь теперь популярен на западе за хрустальную посуду из времен ссср можно получить до 80 100 долларов вот за рюмки в синем или же красном цвете можно получить до 200 300 долларов за комплект покопайтесь своих шкафах наверняка там может что-то и стоит еще один предмет декора в советские времена это были фарфоровые изделия которые всегда имели высокую цену в какое время бы они не изготавливались не каждый мог позволить себе купить такие изделия однако в ссср практически любой человек мог свободно приобрести себе фарфоровые фигурки современными или в редком доме можно увидеть такие фигурки зато их можно продать коллекционерам по 160 даже 800 долларов за одну статуэтку в зависимости из-за тематики состояния если же вы истинный ценитель изделий из фарфора вы можете ознакомиться с этой информацией более подробно в интернете на сайтах магазинах где вы найдете и сможете приобрести предметы сервировки домашнего декора премиального сегмента еще на сегодняшний день очень ценятся бронзовые статуэтки раньше такие статуэтки были в каждом доме или даже на работе они изображали на не только различных животных но даже политических деятелей в частности ленина цена на статуэтки из бронзы была небольшая зато сегодня коллекционеры готовы отвалить неплохие деньги за такие предметы искусств особенно приличную сумму можно получить за касслинское литье вам заплатят за такие статуэтки в районе 300 500 долларов в семнадцатом восемнадцатых годах я заметил такую тенденцию начались использоваться спросом елочные игрушки ребят но отмечать новый год с размахом стали в 50-е годы на заводах запустили массовое производство елочных игрушек в каждой семье была специально коробка в шкафу которая ждала зимних праздников я сам помню когда я был маленький мои родители всегда хранили в сарае такую коробку которая была но практически в каждой семье в такой коробке были всевозможные шары шишки сосульки или же разные фигурки животных космонавтов ну и тому подобное сейчас наибольшую ценность представлять елочные игрушки которые были выпущены именно в 50-е годы различить можно как бы есть одна примета эти все игрушки на прищепки ребят это как бы вам уже будет одну одним из сигналов что стоит присмотреться к таким игрушкам заводную игрушку можно получить более 80 долларов тоже как вариант их еще очень много осталось еще один предмет быта который был при союзе очень ценился и считался большим дефицитом это посуда пирикс люди которые жили в ссср особо не знали что происходит в это время на западе зато если им дарили посуду привезенную из франции радости просто не было предела каждый человек мечтал получить посуду из-за рубежа посуду пирикс того времени сегодня можно найти только в ссср ведь каждая хозяйка старалась не повредить такие наборы сегодня наборы можно продать по 50 долларов остается только найти коллекционера которому и продать эту посуду ребят есть еще одно направление которое набирает обороты и пользуются спросом это литография в ссср полиграфический продукт покупали за сущие копейки чтобы прикрыть какую-нибудь дырку на стене или же там какое-то пятно сейчас такие экземпляры можно продать за 50 долларов ребят сейчас в правом верхнем углу на своем экране вы увидите ссылку на один из предыдущих обзоров в котором я более подробно и наглядно рассказываю и показываю какие это могут быть плакаты и листовки открытки и тому подобное еще рекомендую посетить группу в фейсбуке в которой дни один из администраторов виктор лысый эта группа о продаже покупки антиквариата там очень много интересных предложений рекомендую посетить ссылочка на эту группу вы увидите под этим видео в описании ребят если у вас дома остался пустой флакон из-под духов то вы его можете продать ведь на западе такие флакончики покупают чтобы оформить интерьер получается очень красиво продать флакончик можно по неплохой цене от 160 до 1600 долларов да да ребят вы не ослышались вот такие вот цифры дают за рубежом еще очень много в последнее время появилось желающих приобрести телевизор под названием квн-49 ребят это первая модель в ссср которую начали выпускать массово пусть размеры устройства совсем небольшие но зато люди встретили это произведение искусства с восторгом сейчас для обычного человека подобный телевизор ну мягко сказать не представляет никакого интереса зато любой коллекционер охотно захочет получить себе такую вещь за неисправный телевизор вам могут предложить сумму до 160 200 долларов а если квн-49 в рабочем состоянии то можно получить в разы больше также очень пользуются спросом металлические советские игрушки сегодня можно выгодно продать игрушки из металла особенно особенно ценятся педальные модели машин если авто отлично работает то за модель можно получить порядка 160 170 до 200 долларов однако некоторые коллекционеры готовы выложить за игрушку еще больше кроме этого часто покупают военную технику и солдатиков за подобные игрушки можно получить более 10 долларов старые приемники радиолы радиоприемник свд помните это чудо у которого корпус весь из дерева если вы найдете подобный раритет в хорошем состоянии то сможете получить около 100 долларов а если устройство еще и работает то сумма будет увеличена в два раза дорогие друзья я надеюсь этот обзор был полезен для вас и если вам понравился этот обзор прошу поддержать мой проект лайком подпиской ребят если вы еще не подписаны на мой канал подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы быть в курсе всех новинок на этом я буду заканчивать свой кратненький обзор хочу поблагодарить вас за вашу поддержку спасибо за внимание ребят всего доброго с вами был роман парфенюк и канал все монетах